Об актуальности темы защиты прав и законных интересов детей в молодежной среде говорить не приходится. Неутешительные цифры, статистики в нашей стране не оставляют выбора. Оставаться в стороне нельзя. Данные категории преступлений относятся к особо тяжким. Изнасилование, распространение видеопорнографического характера. Все эти и другие подобные действия наказываются строго по закону. Виновник может лишиться свободы более чем на 12 лет. Проблема актуальна и для Брестской области. Уже в году текущим было возбуждено порядка 14 уголовных дел по фактам действий сексуального характера с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. Благодаря слаженной работе представителей внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, а также заинтересованных организаций, можно изменить ситуацию в лучшую сторону. А чтобы эти усилия приумножить, а взаимодействие поставить на первый план, чтобы очертить вопросы актуальные и вынести соответствующие решения, и собрались сотрудники вышеназванных ведомств. Вместе с другой инициативной стороной, коей выступило общественное объединение клуб деловых женщин, обсудили современную ситуацию, очертили круг главных задач. Следственный комитет Республики Беларусь в этом году объявил текущий год, Годом защиты прав потерпевших. Очень важно, что именно в этот год мы обратили внимание на преступления, связанные с сексуальными домогательствами, сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних. Наша задача рассказать как можно больше о проблеме, о социальных аспектах, об уголовном преследовании лиц, причастных к педофилии и к торговле детьми, в том числе к изготовлению детской порнографии, пресечении этого вида преступлений. В Бресте стартует первый региональный семинар. Самое важное, конечно, в нашем сотрудничестве со Следственным комитетом, они выполняют благородную очень миссию. Главная их задача – это оградить ребенка от насильника, не только ребенка, но и общество. И это очень важно для самого ребенка, потому что насилие совершается иногда единократно, иногда может проходить многократно. И поэтому для ребенка очень важно, чтобы преступник был изолирован. Проект предусматривает проведение семинаров по актуальной теме в каждой из областей Беларуси. Организаторы планируют привлечь к сотрудничеству общественные объединения, государственные учреждения, отвечающие за защиту прав несовершеннолетних. Старт, положенный в Бресте, стал отправной точкой. Проект в дальнейшем получит распространение по всей республике. Необходимость в этом есть, ведь речь идет о подрастающем поколении. Если анализировать прошедший год, в 2016 году, актуальным для города Бреста вовлечением было несовершеннолетних в эти общественные поведения. Это распитие спиртных напитков, это в том числе вовлечение и в какие-то порнографические сайты путем демонстрации изображений несовершеннолетних и размещения их на интернет-страницах. В том числе были предметом расследования уголовные дела в Следственном комитете по вступлению в половой связь с лицом недостигшимся 14-летнего возраста. А также в прошлом году были ряд уголовных дел, которые в производстве Следственного комитета находились. И прокуратура города поддерживала государственное обвинение по взрослым, которые совершали раздатные действия в отношении несовершеннолетних. Цели поставлены серьезные. Главный из них – эффективное воздействие на родителей и педагогов. Доведение информации о преступлениях данной категории до общественности. Общими усилиями уверены организаторы, удастся создать благоприятную среду, в которой ребенок будет защищен, будет ощущать себя полноценным членом общества.